Доброго времени суток, добро пожаловать на канал Пермансер, и это новое видео про Final Fantasy 3, приятного просмотра. В предыдущей серии мы с вами победили Голдера, ну и по сути получили доступ назад своему кораблику. Я думаю сейчас мы с вами отправимся в путь, суть какая. У нас тут следующая локация, про неё нам никто ничего не сказал, типа мы должны найти всё сами. Сейчас будем отправляться искать. Вроде как нам нужно на какие-то там острова. Давай отправляемся в путешествие, пойдём посмотрим заодно. Вообще по-хорошему я хотел другой вещью заняться. Где мы вообще есть? А, мы уперлись в другой островок, я понял. Короче, что я хотел сказать? А, вспомнил. Мы не посетили одно местечко ещё на нашем континенте, варящем. Сейчас я найду к нему дорогу. Вроде как овощ-гисал можно положить. В лесу Чокоба. А я этого ещё не сделал, поэтому отправимся туда. Давайте попробуем овощ-гисал положить. Ну а уже потом будем, не знаю, дальше продолжать. Где тут остров-то? На, я его пролетел. Молодец, молодец. Во, на наш полезший остров. Континент, точнее. Вспомни бы, куда нам ещё и... Угу, я понял, где я появился. Сейчас отправляемся тогда с вами в лес Чокоба. До леса Чокоба ещё добраться надо, по факту. Благо, он недалеко. Так, где-то здесь должен быть. Мы уже вот должны прям были к нему вблизь подобраться. Вот он. Садимся здесь на воду. Подплываем к земле. Ну и отправляемся в лес Чокоба. О, на нас здесь решили напасть. Давай посмотрим. Ммм, опять вы. Мы с вами уже виделись. Неоднократно. Сейчас вас отпинаем по-быстрому и пойдём в лес Чокоба. Во. Так. Я не знаю, зачем нам нужно в лес Чокоба, что нам туда надо положить. Тоже не в курсе. Ну, точнее, что положить-то я в курсе. А вот зачем, вообще понятия не имею. Сейчас проверим. Вроде как под само дерево. Запахло духом Чокоба. Овощ Гесал. Хало. Появляется толстый Чокоба. Окей. Пойдём к нему. Не знаю зачем, но пойдём. Ну, давай его покормим. Все 18 ему отдали. Эм. А ты хочешь сказать, ты что-то вроде хранилища большого, да? Ну, как и по мне, это немного странно. Я думал, будет что-то полезное. Оказалось, что что-то бесполезное. Окей, ладно. Я учту, конечно, но смысла в этом не вижу. Не, возможно, это, типа, нужно для того, чтобы пройти игру ещё раз. Я бы, типа, ещё понял. Ладно, я думал, что-то прикольное будет. Ну, появился толстый Чокоба, в который мы можем вещи складывать. Ну, окей. Не, скорее всего, это действительно нужно для второго прохождения, либо третьего, там, не знаю, какие-нибудь шмоточки перетаскивать, чтобы потом появился сюда, закинул ему опять фруктик. Точнее, овощ. И, типа, хлоп, и забрал свои шмоточки. Но это не точно. Не сомневаюсь, что это так. Наша задача сейчас посетить две деревушки. Сейчас мы попробуем их для начала найти. Мир очень большой. Ну, не очень прям большой, но... В принципе, перемещаемся мы... Довольно обширно по нему. И по нему, на самом деле, перемещаемся мы очень довольно долго. По идее, мы уже как раз достигли той самой деревушки, в которой нам нужно было в самом начале. Ну, в ещё одну деревню. Дастар. Или Дастар, не знаю. Вроде как в этой деревушке живут у нас всякие заклинатели и геоманты. Добро пожаловать в Максит. Купа, благодаря нашей службе, вы можете получать письма. Угу. С нами никто не разговаривал. Окей, ладно. Не забудь поговорить с Могом. Конечно, не забуду. Здесь где-то что-то есть. Угу. Левиафан. Тень озера бездомного... Бездомного качнётся в тот день, когда от тьмы оков очнётся. Размахнёт хвостом и в мир людей ворвётся. А-а-а, окей. А ты чё скажешь? В стародавние времена человек нам подстать на погибель себе сумел свет обуздать. Привело это совершение людей к сокрушению. Не замедлило смерть неразумных забратьев, пока эту землю бедой надломила, из подземного мира восстало четыре, и развеяли тьмы ослепляющий свет, равновесие в мире сохранит нас от бед. Так глупость не сила, чуть мир не сгубило. Окей. Насколько я знаю, здесь вроде как должно что-то в траве лежать. Где-то. Ну, где точно нам пока не сказано. Ну, похоже, не с этой стороны, а вот с этой, например. В цветах, в траве, не знаю. Где-то здесь должно лежать какое-то заклинание. Ну, по идее должно. Ладно, давай побухтим со всеми. С каждым из бардов мы разговариваем и играют какая-то забавная музычка. Один сильнейший из рыцарей всех, страшась свои силы, умерил свой гнев. Во сне многих лет ожидает он свет. Не все? Ну ладно, а ты что расскажешь? О, а здесь фанфары. Вы слышите этот звук, когда получаете предметы? Да ладно, серьезно? Ну, типа окей, спасибо, что сообщил. О, грохот земли. Прикольно. Просто подошел к траве и тыкнул. Геоманты используют силу самой природы, создавая тем самым множество различных магических атак, зависящих от окружающей геоманта местности. Прикольно. А че продаете? Может че вкусное продаете? Я типа че-нибудь вкусненького приобрел бы. Насколько я понимаю, здесь все, да, либо для них, для геомантов, либо для... Как их зовут-то? Для бардов. Во. Афамадры, локи, лами и грез. Ну, может быть прикольно, но я бардами не пользуюсь. Да и не вижу в этом никакого смысла, хотя, возможно, когда-нибудь мы будем их использовать. Ну, я буду знать, где они продаются, шмотки для них. Так, а ты что продаешь? Жилет Гайи, жилет Барда, кривая шляпа. Кстати. А, ну у нас примерно то же самое. А вот руный браслет, но на наших ребят он ни на кого не идет, защищает от некоторых проклятий. Прикольно, конечно, что от проклятий защищает. Ну, я, наверное, штучки две возьму, но так, на всякий случай, пускай валяется. Скорее всего, мы в скором времени опять перейдем на наш типичный набор, там, типа, геомант и различные заклинатели нашей белой и темной магии. Я ищу меч, зовущий себя Темный Клинок. Это не обычный меч. Говорят, что он выкован из самой тьмы. О, интересно. Ты что нам расскажешь? Лорд Богомут, дракон-повелитель, ждет смельчака, что проникнет в обитель. Силу получит его победитель. Спасибо за информацию, но мне это по факту ничего не дало. Ты что расскажешь? Чок-чоко-чоко-чоко-чоко. Ну, короче, хей. Я понял. Он там, про чокоба, бухтит. Ну, ладно, пускай бухтит. Так, почему ты такой стрёмный? Ну-ка, повернись. Слушай, он странный. Это необычный типчик какой-то. Континент Далг находится к югу отсюда, но путь туда преграждает сильный ветер, сдувающий все на своем пути. Ладно, понял тебя. Искусство геомантии освоить нелегко, но когда вы добьетесь поставленной цели, ее эффективность будет трудно переоценить. Понял. Я слышал в салоне, есть самый быстрый из известных человечеству воздушный корабль. О как. Вот это тоже будет полезно. Возможно, здесь все-таки все что-то есть, но непонятно где. Все-таки стоит оглядеться в этой деревушке. Может быть, что-нибудь найдем. Вообще, нужно зайти, наверное, все-таки в гостиницу и побухтить здесь с кем-то. Может, здесь шмотки какие-нибудь интересные продают. Ну как шмотки? Скорее, лечение. Здесь уже перешли полностью на сильные зелья. Ну и по факту здесь ничего полезного особо нет. Ну вот, глазных капель бы я купил. Докуплю глазных капелек. Ну и все. Окей, поспать здесь стоит рублей... Ой, гилей 220, да. 320, не. Типа, мне спать не надо, я выспался. Поэтому нам-то это не нужно. Так, с тобой мы уже говорили, ты про далк нам рассказал. А ты что расскажешь? Да, точно. Самый быстрый корабль в Салонии. Так, а травушка-муравушка или что-нибудь еще есть тут? А, о, нашел что-то. Грохот земли тоже. А с тобой мы уже бухтели, да? Ты про чока рассказываешь, да? Да. Окей, забьем. Окей, забьем. Так, ну, типа, получается, здесь мы побывали. Такая себе деревушка, но зато мы нашли каких-то два гроха до земли. И это, скорее всего, заклинание какое-то, да? А, нет, это не заклинание, это предмет. Вызывает землетрясение. Пускай будет, в принципе. Здесь пить не просят, пускай валяется. Я думаю. Хорошо, так. Ну, тут еще один должен быть городок, только в этот раз городок связан с заклинателями, по идее. А потом нам нужно в замок-салон. Вроде как. Где у нас вторая деревушка находится, понятия, честно говоря, не имею. Но предполагаю, что где-то... наверное, левее по карте должно быть. Я не уверен в этом, поэтому отправимся, посмотрим. Тут мы встретим еще замок, но в замок нам пока рановато. Сейчас посмотрим по карте, порыскаем. Болото, болотистые местности какие-то. А, вот он как раз-таки тот самый замок, да? Но в него нам пока не надо. В него мы еще успеем. Там типа самый быстрый корабль есть. Летающий. Вот как раз за ним мы, наверное, и точнее, чтобы попасть на континент, дал к нам нужно как раз будет в салоне забрать. Салун, салон, как-то так он называется. Этот замок, короче, из него забрать этот самый корабль. Давай попробуем тогда добраться до соседнего континента. И глянуть, где тут, может, деревушка какая-то заныкалась. Ух ты. Там что-то интересное. А, вот сюда как раз меня и не пускают. Я понял. Сюда мне нужен как раз-таки тот самый быстрый корабль. Скорее всего. Потому что, как мы видим, меня оттуда отталкивает. Какое-то озерцо посередочке. Можно будет посетить его. Ну, а так, по сути, я здесь больше ничего особо и не вижу. Интересно, где же та самая деревушка находится? Деревушка заклинателей, которая. Тут есть еще какая-то вот эта вот горная местность с лабиринками какими-то непонятными. Горными хребтами и со всем остальным. Может, что-то здесь где-то заныкано. А нет, меня тоже здесь никто никуда не пропустит. А, воздухи на меня могут напасть? Серьезно? Гарпии? Гарпии. Здорово. Давай посмотрим, на что вы способны, Гарпии. Слушай, они жесткие. Два раза атакуют. Может, это какой-то местный босс? Нет. Просто до этого на меня в воздухе никто не нападал. Да хотя нет, на боссов не сильно похоже. Но атакуют довольно больно. Давай будем честными. Так, наш викинг находится под чарами Гарпии. Ну, ладно, не под чарами. Не будем врать. Сами к себе. Но может нам выдать люлей. Мог выдать. 920 гилей, 1040 очков опыта. Рефия получила уровень. Слушай, это как минимум было неприятно. Вот я сейчас серьезно говорю. Мы так довольно неплохо от них люлей вребли. Давай тогда сваливайте отсюда. Давай вернемся, наверное, тогда к Дортону или как он там? Дартон назывался. Кстати, возможно, где-то здесь на левом континенте все-таки есть вот что-то. Этот городок. Но я не уверен. Я хоть туда лечу. О, е-мое. Я спустился немного ниже. Ну, ладно. Давай тогда попробуем тогда до вот этого континента докопаться. Хотя он тоже весь горный какой-то непонятный. Поэтому не уверен, что нам к нему надо. А, слушай, тут есть какой-то городок в середине. Но в него мы пока типа попасть не можем, если я правильно понимаю. Тут нам типа горы мешают. Ладно, окей. Значит, в него мы попадем как-нибудь другим путем. Но я по-любому найду. А, погоди-ка. А, вот куда меня не пускают. Ладно, понял. Я понял, где находится тот самый городок. Сейчас мы туда и отправимся. Но он довольно далеко находится. Поэтому можем немножко подускорить это все. Сей процесс. Он находится здесь вот где-то с краешку. А, понятно. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот сюда мне не надо было. Но, блин, я пытался добраться, но не получилось. Ой, блин. Все целы? Что произошло? По всей видимости, полученный... Ой, пущенный снаряд повредил наш двигатель. Но зачем они в нас стреляли? Энтерпрайз разбит на части. Что нам теперь делать? Нет, этот ветер. Он доносит звуки или запаха войны. Лучше быть начеку. Ого. Интересно. А вы кто? У нас нет другого выбора. Кроме как сражаться. Если мы проиграем, нас казнят. А вы кто? А, ну вы то же самое говорите, да? Я, короче, в итоге ворвался в замок, который мне был не нужен. Ну, попытался ускорить немного процесс, но нифига не получилось. Замок Солония. Никто не смеет войти в замок. Немедленно покиньте королевские владения или пиняйте на себя. Да? Так, ну, вроде драться с нами пока никто не планировал. Отойти от дорожки мы не можем. Ну, пойдем тогда отсюда. Теперь мы можем передвигаться только пешком. Ммм, но здесь есть еще городки. Разные. Точнее, деревушки. Вроде как в этих деревушках мы должны встретить того самого Дога, по-моему. Или не здесь. Высокое строение в центре. Этого района зовется Драконьей башней. А несметных сокровищих драгунов на ее вершине слагают легенды. Ммм, понял. Прикольно. Вы собираясь подняться на Драконьей башне? Вы в своем уме? Это место кишмякишит монстрами. Да? А знаете что? Я фулл хп. Да, фулл хп. Давай рискнем. Ну так, чисто зайдем таки. Один бой посмотрим и... Дальше уж не пойдем. Есть здесь монстры-то? Друг окажется, что это какие-то такие... А где монстры-то? Кишмякишит монстрами. Ну, что-то как-то ничего не кишит. Никакими кишмя. Да где хоть один монстр-то? Я помню башенку одну. А-а-а. Вот так все, да? Латы Дракона. Шлем Дракона. Копье Грома. Перу Феникса. Шлем Дракона еще один. И Латы Дракона. Так, это неплохая экипировка, по идее, должна быть. Давай мы еще одно копье всадим. А то что-то урона маловато. Во. Латы Дракона. Нормально. Так, погоди-ка. Ингус. А мы тебя случаем сногидить не можем? К сожалению, не можем. Ну ладно, окей. Будешь ходить так, как ходишь. Пойдем тогда в правую часть еще пройдем. Во. Монстры появились. Ну и что тут у нас за монстры? Котаблипас. А второй, как называется, песчаный червь. Песчаный червь в башне. Ммм, интересно. Ого, Кузь, довольно болючий. Во. Ну, шесть сотен это уже что-то. Хотя, может быть, от них можно ожидать было и чего-нибудь повеселее. Монстры не сильные. В принципе, ну как, не сильные. Сильные, но... Жить можно. В принципе. Слепоту, правда, навешивают. Это странно. Укусом. 810 гилей, 880 очков опыта. Рефе я получил ранг профессии. Окей. Так, а в этой части что? Шлем дракона также. Копье грома еще одно. Еще одно копье грома. Шлем дракона. Перо феникса. И латы дракона. Это что, намек на то, что я мог бы снарядить себе всех четверых в латы? Блин, забавно, конечно, но не вижу смысла в этом никакого. Блин, у меня ингус до сих пор остался слепым. Ладно, думаю, как-нибудь справимся. Шок. Получилось шокировать. Но этого урона хватило, в принципе. Почему нет? Главное, что хватило урона, и все. 770 гилей, 750 очков опыта. Окей. Странно, я думал, что здесь будет действительно кишмяки шить монстрами, и все остальное. Но, как оказалось, все куда проще. Так, где у нас глазные капельки? Ингус схавать. Но остальное нормально. Типа, по хп нас сильно не просадило. Ингус даже похилился. Ну, можем тогда спускаться ниже. Ну, смотри-ка, почаще нападать начали. Может, пока мы не взяли бы шмотки, типа, на нас бы никто не нападал. Почему-то ощущение есть такое. Так, ну, он двумя орудиями попадает крайне редко. Насколько я вижу. Но, в принципе, попадает и уже хорошо. Урон у него выше стал, чем был. Я бы топовик новый купил для арка. Какой-нибудь. А что-то, мне кажется, что с его уроном, точнее, с его оружием, он довольно мало урона наносит. Не, ну, в принципе, пускай будет. 810 гили, 880 очков опыта. Ингус повысил ранг профессии. Хорошо. Идем ниже. Еще ниже. Ну, вот и выход. Ладно, шмотки оттуда мы забрали. В принципе, пускай будет. Ну, что, мы сходили. Ну, как бы, я думал, ты что-нибудь другой скажешь. Побывали, сходили, все шмотки оттуда забрали. Так, я слышу, что принца Ауса выгнали из замка. О, как. Попался, чоково. А зачем? А для чего? А чтобы что? А-а-а, тут их несколько. Прикольно. Ну, ладно, я понял, будем изучать. Начали мы отсюда, значит, здесь мы пока и продолжим. Мы еще полностью не осмотрели данное местечко, поэтому давай смотреть. Так, МОК. Нам что-нибудь новенькое передали кто-нибудь? Нет. Окей. Не забуду, не забуду. В каждом из городов я с тобой разговариваю вечно. Ну, и здесь, похоже, больше ничего нет. Ни магазинов. Нифига нет. Обидно даже как-то. Ладно. Надо, наверное, чоково было забрать. И перебежать в следующий городок. Давай тогда в самый верх. Где-то там можно нажать на чоково бы и сказать он, что он попался. Типа, по факту, нет ничего. Да, ё-моё. Гениально. Ладно. Даже если на меня нападут на городских вот этих территориях, ничего страшного. В принципе, пофиг. Идем сюда. Северо-восточный Асалон. Салония. Остров на юго-востоке. Называется Дастар. Дом Бардов и Геомантов. Ммм, окей. Король ничего не слушает. Последний человек, попытавшийся дать ему совет, был пронзен копьем на самом... На месте. На самом месте, хотел сказать. Бред получился бы. Так. Никто не войдет в замок Салонии без разрешения короля. Понятно. Дверь наглухо заперта. А че, открыть не получится-то? Жаль. Жаль. Я бы открыл. Я видел его. Гигамет. Советник короля. Его тень напоминала форму громадной птицы. Она выглядела прямо как... Тот чудовище. Горуда. Так. Интересно. Легенда гласит, что в Салонии когда-то жил великий рыцарь. Настолько могущественный, что его боялись во всем мире. Окей. Тоже наглухо заперта дверь. Оружие мы тоже здесь типа не купим, да? Хреново. Кероль разделил армию Салонии на две части. Заставил сражаться между собой. Происки Горуда, что ли? Так, еще один магазин магии, он тоже заперт наглухо. О, зато поспать можно. Сколько ты стоишь? 320. Хрен с тобой, давай. Хрен с тобой уговорил. Посплю я вот здесь за 320. Не хотел, конечно, за такие большие деньги спать, но ладно. У нас других вариантов попросту нет сейчас. Окей. Угу. Спал как убитый. Да-да-да. Так, а ты тоже тут, как и все, бухтишь, да? Да. Краткое описание профессий. Окей. Это мне не нужно. Так, ты у нас продаешь шмотки, да? О, хлеб лилипутов, кстати, надо закупить. Давай, штуку 25 возьмем сразу. Я иногда им пользуюсь, поэтому надо, чтобы он имелся. Поспать мы здесь поспали. Здесь ловить получается больше нечего, да? Нам рассказали про городок, который находится в восточной. Давай тогда в левую часть. О, на нас здесь все-таки нападают. А кто нападает? Атака сзади. Плохо. Рефе немного в опасности. Ну и этих монстров мы уже побеждали, поэтому пофиг. Камень. Попал? Не попал. Хе-хе-хе. А вот Огонь 2 будет неприятным. Заклинанием на всех причем. Ну не смертельным, но неприятным. По факту. Адгуру маг. Хм. Ну давай побеждать их тогда. Минус 1. О, ну да. В задних рядах, конечно, у нас по урону все плачевно. Но не совсем уж что бы. У нас есть все-таки темный рыцарь, который помогает нам. 770 гилей, 750 очков опыта. Алюна, транс профессий повысился. Хорошо. Хорошо. Пока не будем меняться по профессии, но я думаю, что в будущем я изменю профессии снова. На что-нибудь поинтереснее. Так, юго-западная салония. По становлению короля все магазины были закрыты. Остался лишь один оружейный магазин, который продолжает противиться воле короля. Ммм, дай угадаю, ты? Нет, не ты. Мы на воду можем спускаться. Ого. Так. Дедок, а как к тебе попасть? О. Понял, как к тебе попасть. Иду к тебе. Ты не просто так здесь стоишь, по-любому. Любезные господа и барашни, вы случайно не видели поблизости хорошо одетого мальчика? Десяти лет от роду. К сожалению, на данный момент пока еще не видели. Но, как увидим, скажем. Так, что у нас здесь? Без обозначения какое-то место. О. Ничего не происходит. Но это воскрешающий фонтан. В принципе, неудивительно. Скорее всего... Да, воскрешающий фонтан. Скорее всего. Так, здесь никак не пройти. Давай по мостикам тогда. Ты, что ли? А, нет. Ты нам про этот сказал. Я видел его. Гигамет. Ага. Так, так, так. Я понял. Это я уже слышал в предыдущем городке. Ну, точнее, в предыдущем районе города. Короля ничего не смущает. Король никого не слушает. Последний... Так, это я тоже читал уже. Так, здесь тоже спуск на воду есть. Давай немножко по воде побегаем. Может, мы что-то найдем. Так, с этой стороны мы уже побывали. Ты, мужичок, что скажешь? Ох, куда пропал принц Алус? А, жабу вижу. Жаба, это, конечно, весело. И мы с жабами умеем разговаривать. Но только когда превратимся в жабу. А чтобы превратиться в жабу, нам нужно... Колдуна нам найти, нам нужно. Вот что. А какой магазин-то у вас работает до сих пор еще противится воле короля? Так, еще какой-то вход. Я предполагаю, что тот самый... Та самая жаба, она как раз и есть. Я исследователь Чокоба. Я обнаружила способ вызвать толстого Чокоба. Давайте я вам продемонстрирую. Кхм, чок-чок-чок. Появляется толстый Чокоба. Ну мы знаем, что он может. Впечатляет, да? Ну, такое. Но зато шмотки мы в него можем положить, либо забрать из него. Не вижу смысла в этом никакого, поэтому пошли отсюда. Ох, блин. Быстро время-то пролетело. Ладно, давайте последний городок обследуем. А потом попробуем превратиться в жабу и побухтеть с той самой жабкой. Ну, скорее всего, это и есть принцаус. Его, скорее всего, превратила как раз-таки Гаруда в жабу. Ну, скорее всего. Давай смотреть, что тут к чему. Северо-западная Солония. Вон то огромное здание. Великая библиотека Солония. Жаль, что сейчас она закрыта. А, попасть в нее мы никак не сможем, да? Я слышал, что тоннель под замком Солония ведет по морскому дну. Проходит, точнее, по морскому дну. В Великой библиотеке Солония вы найдете копию каждой книги, когда-либо написанной. А вот это прям хорошо было бы на самом-то деле. Кш, уходите. Библиотека закрыта. Да? Хреново. Я бы почитал про камни кристаллы Земли. Мне нужен кристалл Земли сейчас. А то один уже разбили. Может, где-то еще один заныкан есть? Ну, скорее всего, есть, потому что, ну, как-то должна, ксила, не знаю, раскрыться полностью. Наших персонажей. Так, ну, а больше его в этом месте и нет, да? О, мужик. Древние легенды рассказывали о том, как драгун в одиночку одержал победу над правителем птиц. Это хорошо. Значит, мы тоже сможем. Наглухо заперта дверь. И здесь ничего нет. Ну, получается, что нам сейчас, в данный момент, нужно заиметь мага. По-моему, белого, если я не ошибаюсь. Для того, чтобы превратиться в жаб. По-другому, получается, использовать ничего не сможем, да? Чуварк. Возвращаясь к своей основной профессии. Получается. В принципе, белый маг ты... Точнее, как белый маг, ты выглядишь очень неплохо. Поэтому возвращаем тебе белого мага. Меняем твой порядок в отряде. А-а-а, магию-то мы использовать пока не сможем. Нам либо еще разок поспать придется сходить. А спали мы где? В соседнем городке. А, нет, подожди, или в этом. Че-то я вспомнить не могу. Угу. Ты нет, здесь мы не спали уж точно. Блин. Ну, такое. Ладно. Пошли. Я вспомнил, по-моему, где мы спали. У нас еще и шмотки на нем не напялены, кстати. Арк. Давай, у тебя там был посох света. Потом у тебя был... Ну, пускай будет ледяной посох. Шапка кожаная. Пила еще волшебника. О, рунный браслет. Вот для чего я брал его. Как знал. Давай, наверное, все-таки на Чокоба пробежимся. И, кстати, в том углу мы и дальше не проходили. Возможно, там что-то есть. Кроме Чокоба. А, нет, к сожалению, нету. Странно. Ладно, попался Чокоба. Так. Нам сюда. А, нам пока не выйти с этой стороны. Я понял. Нет, немного странно, конечно, но, в принципе, пойдет. Здесь мы где-то находили... Вот она. Где мы можем поспать. Придется отдать еще 320. Приятному мне отдыху, говорят. Да-да-да. Спал как-то убитый. Угу. Побежали в соседний город. Я надеюсь, что у нас мана восстановилась. А иначе придется... Да, отлично. Магия есть. Но пока мы в жапки превращаться не будем, пожалуй. Мы сначала выйдем из городка. Добежим до второго городка. Возьмем там Чокобу и побежим обратно. Только так пока что. А иначе это... Мы сражаться будем по миру. А я не хочу. Мне лень. Дайте мне снова Чокоба. Мне кажется, что эти Чокоба никуда и не убегали. И диалог по поводу того, что он попался, можно было и не писать. Сразу спускаемся в воду. Так, в воду мы можем спуститься. Вот, а нет, не можем мы там спуститься. Блин, интересно, про какой магазинчик они говорили. Что есть какой-то магазин, который не подчинился королю еще. О как. Вы только послушайте. Этот мальчишка придумал... Думает, что он наследник престола. Ха-ха-ха. Ха. Надеюсь, ты знаешь, что бывает с теми, кто выдает себя за члена королевской семьи. Эммм... Прекратите. А что, хочешь, чтобы мы прекратили? Ну так заставь нас. Да? Ты точно хочешь, чтобы мы тебя заставили? О, золотые рыцари. Только что с вами разбирались. С целой кучей вами. А мы можем, интересно, их в жабы превратить? Ну, наверное, можем. Ой-то-то-то-то-то. Не, стрелять в наших не надо. Давайте мусс сразу используем, если что. Молния. Ммм, по всем. А вы и веселые ребята. Самое забавное то, что аркани не пробивают. Ха-ха. Жаба. Работает на вас жаба, нет? Нет, не работает. Бестолковое заклинание для превращения самого себя в жабу, только если. Ну ладно, победа. Игорь, это было несложно. 1050 гилей, 1125 опыта. Золотая игла получена. Окей. Пожалуйста, хватит. Мы сдаемся. Дядя, дядя. Я Алус, сын короля Гаугорна. Законный наследник престола Салонии. Спасибо вам за помощь, храбрецы. Принц Алус? Что происходит с этой страной? Мой отец внезапно приказал воинам мидраться между собой. Я пытался его остановить, однако он не только отказался меня выслушать, но еще и выгнал из замка. Искатели приключений, я должен попросить вас о помощи. Мне нужно вернуться в замок и убедить своего отца положить конец этому абсурду. Мы с вами... Мы с вами, Принц Алус. Мы сделаем все, чтобы будет в наших силах. Но на большое... На большее я и не мог рассчитывать. Спасибо. Принц Алус присоединился к группе. Окей. Плоская будет. Не знаю, правда, зачем, но пускай будет. Так, хорошо. Ты разговаривать не будешь. Я тебя понял. Я хотел посмотреть на этих жаб. Побухтеть с жабами. Точнее, с жабкой. Где там спуск? В воду я видел его. А, нет? Вон я, прыгай. Вижу ее. Значит, пойдем... А ты кто такой? Король разделил армию Солонии на две части. Заставил сражаться между собой. Ну, это я уже слышал, да. Какой-то фигни там натворил. И, короче, теперь сражаться заставляет между собой. Окей, ладно. Так, давай тогда хаваем жабу. На всю команду. Ну, и попрыгали по воде. Кстати, с жабой такое ощущение, что мы быстрее передвигаемся. А, я думал, ты с нами разговаривать будешь, а ты не говоришь. Ну, какой, а? Неразговорчивая жабка. Кстати, в этой части мы пробегали, да? Тоже не говоришь. Интересно, будете разговаривать со мной? Будет. Вот, возьмите это с собой. Латы дракона. Неплохо. Окей, спасибо. Слушай, а, кстати, да. Мы серьезно передвигаемся немного быстрее. В форме жабы. А ты что там нам дашь? Я убежал из замка, чтобы отдать вам это. Копье ветра. Ммм, а копье ветра звучит поинтереснее, мне кажется. Копье ветра у нас тогда еще есть, получается. Тогда одно копье грома меняем на копье ветра и получаем... А, так оно сильнее, действительно. Только у нас это сейчас не отображается, так как мы из жабы. Окей. Ладно, я понял. Теперь нам нужно в замок врываться, но в замок мы пойдем уже в следующей серии. Пойдем тогда на карту. Давай из жаб тогда на место в людей превратимся. А то в жабах ходить такой себе. В жабах ходить такой себе, поэтому выходим на карту мира. Так, стоп. Где тут выход-то? А, вот он. Отлично. И тогда уже пойдем к королю салуну. Давай тогда сохранение. Давай, наверное, тогда буду сохранять на один и тот же слот. А иначе я уже потерялся. Так что вот таким вот образом будем сохраняться. И квиксейф я все равно буду делать. Ну а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok